привет я роман душкин на научно-посвятительском канале душкин объяснит и сегодня продолжаю объяснять теорию формальных автоматов или т.п. ее связь с другими науками особенно разными разделами дискретно математики сегодня пришла очередь до выяснения связи между теории формальных автоматов и теории графов давайте посмотрим как это выглядит я здесь немножко подготовился пока вас не было не так наша тема т.ф. и теория графов т.г. и собственно давайте напомню что такое граф хотя знаете давайте по-другому тем что такое так помните наше первое знакомство с этой теории я вам показал такой демотиватор что общего автомата и дерево спрашиваю и математики отвечает что оба представимы граф графом оба представимы графом и вот граф представляет себе автомат конечно автомат типовой конечно автомат выглядит примерно вот так вот как здесь нарисовано да вот так вот давайте теперь узнаем что же это за граф атаки и так значит у нас есть граф граф и это математические структуры как обычно математическая структура значит эта математическая структура включает себя пару объектов то есть это пара кортеж из двух элементов это множество в w сейчас я немножко по памяти я могу немножко ошибаться это множество и чтобы я не ошибся я часть я себе сейчас загружу подсказку так итак загрузка загрузка прошла успешно значит да это множество точек которые соединены ребрами значит определяется град следующим образом до простой граф г это совокупность двух множеств не пустого множества v и по множеству и значит в это не пустое множество а это просто множество причем множество е множество и если вы это просто множество меток и пустое множество меток назовем это так в кавычках да то есть это вершины вот эти вот самые объекты то множество е это множество пар вида v1 v2 и t где и равно от нуля до какого-то n и n равно больше либо равно нулю вот так вот мы то есть множество вершин о множество ребер может быть пустым надо понимать таким образом граф вот здесь вот я нарисовал как бы нашел картинку от графа но граф это множество точек вершин или вверх тайсис вертайсис который обозначается множеством в виде она должна быть не пустым то есть граф должен стать хотя бы из одной вершины да и множество ребер между этими вершинами вот например вот такой граф может быть может быть вот такой вот ребра и при этом вот эта пара имеет направление то есть ребра направлены от вершины v1 к v2 то есть ребра всегда имеют направление и если мы рассмотрим 2 2 вершины то вот это вот ребро вот это вершина v1 вот это вот это и ребро есть ребра в 1 в 2 а вот это ребро это ребро в 2 в 1 ну и при этом можно еще может быть вот так вот никто нас не ограничивает мы можем нарисовать несколько ребер из одной вершины в другую то есть в множестве и то есть edges это вертайсис на правильно произносится в множестве ребер может быть а несколько элементов одних и тех же хотя для множества это конечно немножко странно выглядит да да это странно ну окей не страшно так вот вот это собственно граф как вы видите направленный граф то есть тут коли есть разные вершины с метками и между вершинами есть направленные ребра то есть мы видим перед собой граф но этот граф описывает не что и то иное как формальный автомат и я вам сейчас по секрету скажу что граф это один из возможных способов описания формального автомата то есть автомат представим графом мы можем представить автомат в виде матрицы переходов в виде там программы а можем представить в виде графа и вот этот граф который вы сейчас видите на экране то он этот граф представляет один из автоматов которые мы видим на экране будь здоров сейчас извините не я чихнул младший ребенок у меня такой так ладно бывает вот так вот то есть если резюмировать резюмировать мы вот это вот обводим теперь это у нас связь теории формально автоматов или просто теория автоматов с теории графов и эта связь очень простая мы можем использовать теорию граф и и очень развитый математический аппарат для того чтобы анализировать анализировать не что иное как автоматы автоматы мы можем анализировать при помощи методологического аппарата теории граф так вот здесь мы пишем что ну что ж друзья мои несмотря что на то что произошла вот такая коллизия я вам рассказал про то что теория графов лежит как бы в основе методологического описания теории автоматов и теория и аппарат теории графов все методы анализа граф могут использоваться для анализа конечных автоматов поскольку конечные автоматы вообще принципе автоматы представимы графами графами переходов даже когда мы будем изучать клеточные автоматы клеточные автоматы все также представимы графом и кстати и когда мы дойдем до клеточных автоматов теория графов позволит нам использовать ее аппарат в том числе не только для того чтобы представлять клеточные автоматы и диаграммы их переходов но и для того чтобы сами клеточные автоматы запускать на графах это очень интересно очень круто но это совершенно другой аспект использования теории граф вот так вот надеюсь было интересно в комментариях пишите ваши вопросы ну а сейчас ставьте лайк на канал подписывайтесь если еще нет а с вами был роман душкин до новых встреч пока и